Золото вместо лазури. Екатерининский кафедральный собор меняет свой облик. Два новых купола с крестами осветил митрополит Вятский и Слободской Марк. Благословляется, освещается с нами все кресты, окропление воды священной благодати Духа Святаго, окропление воды священной войне Отца и Сына и Святаго Духа. Как в Священном Писании сказано, умножу радость вашу и в эти пасхальные дни, сегодня служа на своей второй кафедре, мы освещаем купола. Почему мы говорим, что радостные события? Потому что мы прекрасно с вами понимаем, что если рассматривать храм как представительство неба на земле, благоукрашая эти места, мы благоукрашаем и нашу с вами душу. Но я всегда говорю о том, что это уже становится не нашим с вами достоянием, а достоянием будущих поколений. Потому что в виде благоустроения окружающего мира, их окружающего, тех, кто придет после нас, они по этому образу будут благоустраивать свою душу. Восемь маковок венчают одну из самых красивых словацких святынь. Пять в центральной части и три в достроенных позже пределах храма. Состояние прежних, по словам священнослужителей, было неважным. Это было вызвано необходимостью. Старые купола, они уже очень в верхнем состоянии находились. Если посмотреть было их изнутри, то они могли сами по себе развалиться и упасть в древо, у которого они были сделаны из дерева, основа, как каркас, а сверху железо, и причем железо покрыто краской. Новые купола по весу примерно такие же, как предыдущие. Эффект золотого блеска им придает специальное напыление – нитрит титана. Приехали они из Челябинской области. Постепенно здесь заменят и остальные элементы убранства. Самым острым встает вопрос цены. Не дешевый, прямо скажем. За неоценимую помощь священнослужители благодарят прихожан и меценатов. У нас храм, Екатеринский собор, он считается памятником архитектуры. И приступить к этим работам по замене куполов, по замене крыши – это не просто так. Это требуется проект. Несколько лет назад, это уже было пять лет назад, мы заказали только проект, мы еще к этому приступали. И когда уже это был проект Балктов, необходимо пройти было все согласования на уровне области, приступить к работам только те организации, которые имеют на это право. То есть это такой вообще сложный процесс. Постепенно, как имеются возможности, как финансовые возможности имеются, мы стараемся эту работу сделать, стараемся сделать как можно красивее, сделать так, чтобы сильно уже потом, в дальнейшем уже не приходилось быть стыдной и приходилось переделывать. Очень много споров вызвал цвет маковок. Столь редко встречающийся лазурный многим нравится больше. Кроме того, это и вопрос исторического соответствия. Эти синие купола, им они так-то, они не древние, они не были синими. Они синими были только в советское время. Но мы их заменили, потому что они не исторические, а так как здесь эти купола золотые, под золото как бы, да, не золотые, но под золото, и более качественные. Поэтому мы, как бы, по благословению нашего правящего архиерея, делаем то, как будет для храма, для города, как это будет лучше смотреться. Храму более 300 лет. Когда-то здесь стояла деревянная церковь, которая сгорела. Тогда было решено воздвигнуть на ее месте каменную. В 1914 году с помощью губернского архитектора Ивана Чарушина достроили два предела. В годы Великой Отечественной войны здесь располагалась военная база. Затем храм продолжил свою работу. Причем на тот момент остался единственным действующим на Слободской земле. Именно поэтому святую Екатерину слобожане считали защитницей города. Впереди святыню ждут работы по ремонту кровли. Прежняя совсем обветшала.